МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для раскрытия сложных и особо тяжких преступлений создано специальное подразделение Федеральная экспертная служба. Новая структура оснащена самым современным оборудованием, которое позволяет проводить любые криминалистические исследования. В ФЭС работают лучшие специалисты в различных областях знаний. Глава службы, доктор медицинских наук, полковник Галина Рогозина. Ее заместитель, майор милиции Николай Круглов. Программист и биолог Иван Тихонов. Майор спецназа ГРУ Сергей Майский. Патолога-анатом Валентина Антонова. И баллистик-трассолог лейтенант Татьяна Белая. Сегодня им предстоит раскрыть новое дело. Редактор субтитров А.Семкин Проект Первого канала «След». Что у тебя? Значит, жертва молодая женщина, 25 лет приблизительно. Волосы и одежда мокрые. Мокрые? С чего бы это? От росы, что ли? Не думаю. Тело тщательно прикрыто пленкой. Похоже, ее задушили. Смотрите, убийца как будто держал горло в захвате и душил. Видите, там на шее гематома. Странно, как-то ее душили. Непрофессионально. Пальцы всю шею захватывают. А как надо? Надо на горло воздействовать, а не на шее. Хочешь, покажу? Спасибо. Там следы. Похоже, ее волокли. Идем посмотрим. Вот здесь. Протектор довольно четкий. След волочения начинается здесь. А рядом следы от автомобиля. Явно девушку убили где-то в другом месте, а сюда привезли на машине. А уж потом отволокли в кусты и спрятали. Пойдем посмотрим. Доброе утро. Привет, Ванюш. Что случилось? Белая просила передать. Угу. Я ее знаю. Откуда? Это Света Толокнова. Мы с ней учились вместе. Ванечка, ты в порядке? Да, да. В порядке. Как ее убили? Ее... Ее задушили. Асфиксия от сдавливания. Вот на шее гематомы, фронтальное сдавливание трахеи. Убийца схватила ее за шею правой рукой и прижимая к стене, вот, между большим и указательным пальцем. Ее прижимали к стене, когда душили? Ну, я не могу точно сказать к стене или к полу. Что еще? Ну, я установила время смерти приблизительно около восьми часов вечера. Надо сообщить ее мужу. Ты знаешь его? Да. Игорь Звонарев, мы жили с ним в одном доме. У меня есть адрес его родителей. Повидались. Игорь Анатольевич, когда последний раз вы видели свою жену? Я собирался на работу, а она только проснулась. Светлана ведь не работала. Нет. Света проводила свободное время, как того хотела. И я даже не могу представить, где она вчера была. Ванечка, я тут на зубах у Звонаревой обнаружил какой-то странный пластик. Подойди ко мне, пожалуйста. Может, что-то необычное было в ее поведении? Света с утра проснулась в плохом настроении. Обычно в такие дни она собиралась по магазинам. Говорила, что шоппинг — это лучшее лекарство. Шоппинг, значит. А в какой магазин она любила захаживать? В ближайший торговый центр. Она брала машину и ехала туда. И машина ее тоже пропала. Вот что, Игорь Анатольевич. Давайте-ка мы возьмем у вас отпечатки пальцев. Давайте, если, конечно. Времени не жалко. Я обнаружила на теле следы от ударов тупым предметом. Вот, посмотри. Похоже, на палку или дубину. Да. А здесь, подойди, я это нашла на зубах у Светы. Похоже, что Света перед смертью что-то сильно сжимала зубами. Так, что содрала часть покрытия. Я возьму это на экспертизу. Так, и вот еще одежда. Здесь на блузке несколько крошечных пятен бурого цвета. Скорее всего, кровь. КОНЕЦ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, Вань, слушаю. Понял. Хорошо, сейчас подойду. До скорого. Иван, что у тебя? Николай Петрович, я исследовал одежду Звонаревой. На пуговице я обнаружил отпечаток некоего Вадима Петровича Ульянова. По нашей базе три раза подвергался административному аресту. Но все это мелкие хулиганства. Конфликт с контролером в автобусе, драка с охранником в магазине, драка с официантом. Ну, будем искать. Что с пятнами? Это кровь. Но это кровь не Светы. У нее третья группа, а на блузке кровь второй группы резус положительный. Все правильно. Отпечаток его и кровь его. Молодец. Вы закончили? Да, Николай Петрович. Игорь Анатольевич, вам знакомники? Ульянов Вадим Петрович. Первый раз слышу. А группу крови свою, резус, случайно не помните? Группа крови вторая. Резус. Резус не помню. Зачем это? Давайте все-таки уточним. Пойдемте со мной. Так. Осторожней надо. Это ты, школьный воздыхатель. Ну-ка, ну-ка. Смотри, куда идешь. Слушай, ты был Чезосвет и смотрел, умник. Какое твое дело? Тихо, тихо, тихо. Тихо. Игорь Анатольевич, возьмите себя в руки и следуйте за мной. Это понятно? Понятно. Ну и хорошо. За мной. Определяется марка шин, следы которых были найдены на месте обнаружения трупа Звонаревой. Известна марка шин. Это Марлон от легкового автомобиля. Провожу анализ следов почвы, содержащихся на обуви и одежды Звонаревой. Вань, а что у тебя еще есть? Известно процентное содержание микроэлементов в почве и пыли на одежде убитой. Так, подожди. И что нам это дает? Состав почвы уникален для каждого региона по химическому составу. Содержание минералов и гумуса. Это все равно, что отпечатки пальцев. Смотри. Я прогнал этот уникальный земельный код по базе данных почвенных образцов различных районов Москвы и пригородов и определил приблизительное место преступления. Вот оно. Три участка. К северо-западу от Москвы. Приблизительно по 200 квадратных километров каждый. Всего лишь 600 квадратных километров. Да, Антонова привела анализ крови Звонарева. Группа та же, что и на блузке его жены. Только резус-фактор отрицательный. Ну, заводи свое кино. И входит, и выходит. Замечательно выходит. Провожу исследование содержимого пакета, в который была завернута погибшая. В пакете найдены микроскопические частицы насекомых и растений. Ну, сколько можно гонять эту запись туда-сюда? Столько, сколько нужно. Какая камера стоит на входе? Одиннадцатая. Ну и давай ее. Стой. Назад. Еще. Стой. Вот же она. Я изымаю записи. Какие именно? У нас их 52. Все. Валер, где Ваня? Я не знаю, Николай Петрович, я его не видел. Давай-ка посмотрим эти диски. Это записи с камер наблюдения в каком центре. Это место расположения камеры. Так. Ну, давайте смотреть. Так. Похоже, муж Светы был прав, когда говорил, куда она отправилась тем метром. Давайте посмотрим с другой камеры. Давай. Так. Так. Рядом с ней какой-то незнакомый парень. Это Ульянов, Вадим Петрович. Именно его отпечатки Ваня нашел на пуговице блузки убитый. Как интересно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ульянов? Ну да. Вадим Петрович. Нет, блин, Владимир Ильинич. А что надо? Да, собственно, ничего не надо. Просто ты подозреваешься в убийстве. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Товарищ Майорин, Ульянов по вашему приказанию доставлен. Давай-ка вы сразу к Антоновой. Пусть кровь возьмет. А есть. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Давай, слушаю. Так. Хорошо, спасибо. Похоже, дело движется к концу. Кровь на блузке действительно принадлежит Ульянову. А вот еще один интересный факт. Это уже съемка с другой камеры. Так. Многое проясняется. Ну что, Вадим Петрович, вам придется кое-что прояснить. Нет. Сначала вы мне проясните, какого черта вы меня здесь держите, а? Да ерунда. Просто отпечаток вашего пальца и ваша кровь обнаружены на одежде убитой Светланы Звонаревой. Убитый? Как убитый? Вадим Петрович, давайте опустим эти ахи-вздохи. Просто объясните, каким образом ваша кровь оказалась на одежде погибшей Светланы Звонаревой? Да я откуда знаю? Я ее вообще сто лет не видел. Вы вообще не производите впечатление долгожителя? Когда в последний раз вы виделись со Звонаревой? Неделю назад, две. Я не помню. Вы вообще кино любите? Что? Я его очень люблю. Посмотрим? Давайте, давайте. Я не убивал ее. Честное слово. Тогда рассказывайте все, что знаете. Я и Света, мы были, ну, типа, любовниками. Встречались уже где-то год. Ну и потом я, типа, надоел, и она меня бросила. Уязвленное самолюбие. Хороший мотив. Нет, нет, я ей звонил, она трубку не брала. И вот вчера я решил подкараулить ее в этом, в торговом центре. Она там часто бывала. Я ее просил, чтобы она не рвала отношения. Она называла меня сопляком и сказала, что я в ее жизни был только развлечением. Ну, я хотел с ней поговорить тет-ет-ет. Она меня залепила по щечину, вот губу разбила. И все. Судя по видеозаписи, вы вчера были в той же самой обуви, что и сегодня. Да, а что? Разуваетесь? Зачем? Разуваетесь. Пожалуйста. Второй тоже? Оба. Давайте. Ну, что у тебя? Я сравнила образцы почвы с ботинок Ульянова с образцами, взятыми Тихоновым, с одеждой и обувью Звонаревой. Совпадений нет. Ульянов и близко не был в том месте, где убили Звонарева. Ты знаешь, по-моему, он совершенно не похож на человека, способного задушить одну руку. Такие его совсем. Именно это мы сейчас проверим. Сержант. Здрасте, Вадим Петрович. Давайте вашу руку. Прямо вот сюда. Девушка, это не вредно? Абсолютно. Смотрите. Давай, давай. Давай. Все, спасибо. Все? Увидите. Так. Сейчас посмотрим, что у нас скажет компьютер. Ну. Ну, посмотри. Угол между большим и указательным пальцем гораздо меньше, чем гематома с фронтальной поверхности шеи Звонаревой. Ульянов просто не смог бы раздавить трахею. Так. Нужно еще кое-что проверить. Так. Вы свободны, Вадим Петрович. Извините, если что не так. Спасибо за помощь. Да не за что. Да, я это, сказать еще хотел. Я ведь не первым любовником у Светки был. Она мужиками вертела только так. Так что вы не думайте, что она совсем ангел была. Счастливо. Да. Подозреваемых нет. Место убийства неизвестно. Отлично. В парке найден труп молодой девушки. Эксперты восстанавливают картину смерти. Девушку где-то задушили, обернули тело в пленку, привезли на машине в парк, где и избавились от покойницы. Под подозрение попадает любовник и муж жертвы. Кровь любовника обнаружена на одежде убитой. Я ведь не первым любовником у Светки был. Она мужиками вертела только так. Так что вы не думайте, что она совсем ангел была. Счастливо. Да. Подозреваемых нет. Место убийства неизвестно. Отлично. Дистиллированная вода с повышенным содержанием натрия. Входит в состав вредных примесей производства. Дистиллированная вода с повышенным содержанием натрия. Ванечка. Ваня. Ванечка. Ваня. Ванечка. Вань. Ваня, уже утро вставай. А ты что, здесь всю ночь провел? Ваня, ау. Танюха, я знаю место убийства. Тебе приснилось? Что? Место убийства. Тайна. Не смешно. Николай Петрович, докладываю. Тихонов обнаружил место преступления. Это поселок рядом с Щукино-Звонарева. Хорошо. Костя, как продвигается расследование? Галина Николаевна, едем осмотреть место преступления. Вы как, с нами? Нет. Срочно вызывает замминистра. Чувствую, ждет нас очень серьезное дело. Ладно, в бой. Слушаю, Круглов. Так. Понял. Спасибо. Вот прозвонил. Жители поселка опознали Звонареву. Говорят, что она частенько бывала там на одной дачке. В правлении садового товарищества выяснили, эта дача принадлежит некоему Соколову. Ты не поверишь. Отчим Звонаревый. Здравствуйте. Здравствуйте. Смотри-ка, парни-ка, без пленки. Ты пока здесь осмотрись, я в дом войду. Товарищ майор, доставлены понятые. Михаил Федорович Якимов и Сергей Иванович Чернов. Разрешите идти? Идите. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам знакома гражданка Звонарева? Конечно. Она каждую неделю сюда на дачу приезжала. Да по несколько раз. Дача, конечно, не ее. Это дача отчима Игоря. Ну, отчим сюда, конечно, не приезжает. Он дома, в квартире, парализованный лежит. А Светлана, вот Светлана-то, она часто сюда приезжала. Это точно. А вы сосед будете? Да, сосед. И некоторым образом свидетель вот этого безобразия. Каких безобразий? Вы знаете, она часто сюда приезжала. Да с мужиками. Мужики все время разные. Ни стыда, ни совести. Представляете? При живом-то мужа. А вчера вместе с ней никого не было? Где-то в полвосьмого она приехала с каким-то мужиком. Мужика, конечно, я не разглядел, но... Что «но»? Вы знаете, он был похож на Игоря, мужа Светланы. Ты закончен? Закончил. В общем, оперативники нашли в десяти километрах отсюда брошенную машину. Ну, пробили по номерам. Звунаревая машина. Так. Шина Марлон. Похоже на течи и следы. Найдены были в парке у дороги. Обнаружены отпечатки пальцев. Николай Петрович, в общем, все следы не закончены. Да, я думаю, Звонарева надо брать. Ну как, а все против него. Отпечатки пальцев, пробы почвы. Отпечатки протектора, края пленки. Да и разве-то он так, что задушить девушку одной рукой мог спокойно. Я не понимаю, зачем меня снова вызвали на допрос. Я все уже сказал. Не все. Вы не рассказали, например, где вы были позавчера в 8 часов вечера? Я был дома. Готовил ужин. Ждал жену. Никто вас в этот момент не видел. А у вас с головой все в порядке? Кто меня может видеть дома, если я дома один? Вы держите себя в руках. Я смотрю, вы себя в порядок до сих пор привести не можете. А в каком порядке я должен быть, если у меня жену убили? А мы обнаружили место убийства вашей жены. Это дача вашего отчика. Что? Фактически, дача теперь принадлежит вам? И что с того? Отпечатки ваших пальцев обнаружены на пленке от парника, в которую была завернута ваша жена. В машине, в которой перевозили тело, тоже полно ваших пальчиков. Свидетель утверждает, что в ночь убийства видел, как вы приезжали на дачу. Я думаю, что узнав об изменах жены, вы в ярости избили и задушили ее. Зыкни, скотина! Вот это ты все. Танвари! Взять его. Таганка! Все ночи полные огня! Николай Петрович, тихо! Да. Он не убийца. Это я чувствую. Это я уверен. Так и запишем. Эксперт Тихонов уверен, что подозреваемый не виновен. Отпускать прямо сейчас будем? Ну, подождите. Ну, как бы я к нему не относился, но... Ваня, я знаю, что ты скажешь. Ну, любил он свою жену. Ну и что? Из ревности убил. У нас улики. Пленка от парника. Машина. Дача. Свидетель, в конце концов. Да и сам звонарил. Своим поведением только усугубил свою вину. Его разоблачили. Он расстроился. Драться... Но вы же видели, он же пьян. Вы же видели, он пьян. Совесть замучила. Вот напился. Николай Петрович, я знаю, как доказать его невиновность. Или окончательно определить вину. Мне нужно время. Тебе адвокатом работать. Пять минут. Пять минут. Пять минут. Пять минут. Пять минут. Пять минут. Звонарев не виновен. Ваня, а что, Звонарева отпустили, что ли? Все улики ведь против него. Он не виновен. Я исследовал его одежды и волосы. На них отсутствуют следы осадков с ртутью и хромом, которые были на одежде и в лосах Светы. Если бы Звонарев был виновен, на нем были бы хоть какие-то следы. Слушай, ну, может, он переоделся, а? Или голову помыл? Ты его видел? Он же два дня не мылся и одежду не менял. В его волосах нет следов шампуня. А свидетель? Ты черт его знает. Может, ошибся. Слушай, ну сколько времени потратили, что теперь? Все зря, что ли? Опять все заново начинать? Заново? Начинайте. В парке найден труп молодой девушки. Эксперты восстанавливают картину смерти. Девушку где-то задушили, обернули тело в пленку, привезли на машине в парк, где и избавились от покойницы. Анализ воды в волосах убитой не оставляет сомнений. Вода не водопроводная, а дождевая. По метеосводкам за прошедший день эксперты выясняют место в Московской области, где шел дождь. Однако зона поиска слишком велика. Но криминалисты обращают внимание на то, что именно в этой зоне располагается дача отчима убитой. Слушай, ну сколько времени потратили, что теперь? Все зря, что ли? Опять все заново начинать? Заново? Начинайте. Это пластиковая стружка, найденная на зубах Светы. Мы с Валей посчитали, что она собрала ее с какого-то предмета, который зажимала в зубах. И что это за предмет? Это надо выяснить. Приведу спектральный анализ, чтобы узнать природу вещества. Ребят, у вас есть чистые пробиранные стекла? Да, мы здесь вот на столе. Посмотри, Валь. Стружка на зубах Светы. Это искусственный полимер, полиуретан. Интересно, что из него делают? Да все что угодно. Начиная от подошвы для обуви, заканчивая рулями для автомобилей. Медицинские изделия, кстати, делают. Протезы, например. Надо срочно вернуться на дачу, все там пережить и найти этот предмет. Я не могу. У меня группа разбора в ГАИ. Но я могу пойти Круглову сказать. Нет, товарищ майор, такого не бывает. Что это же она в зубах держала? Правильно? Костя, мы дважды весь дом усмотрели. Ничего похожего там нет. Кто там ходит? Да сосед это я. Ну, свидетель, который видел Светлану со своим мужем-то. Михаил Федорович. Он самый. Я смотрю, не спится вам. Уснешь тут, когда соседи убивают. А это порезалось? Ах, и это. Да, пустяки. Сарап, поцарапался в саду. А что у вас с рукой? Где? Я уверен. Провожу спектральный анализ Валя Полиуретана, с которого сделан протез Якимова Совпадает с полимером, найденным во рту светы Слепок зубов Звонаревой Полностью совпадает со следами, оставленными на протезе Якимова Молчите, Михаил Федорович Ну что ж Улики расскажут всю историю за вас Я не хотел ее убивать Ну да Вы случайно избили и задушили ее Светлана Постоянно на дачу привозила мужиков Причем разных А я знал Что у Игоря, ее мужа Водятся деньги И вы решили ее шантажировать В день убийства Вы договорились встретиться с ней На даче отчима Звонарева Куда она приехала одна на своей машине Тогда на улице шел снег Она сказала Что не даст мне денег Стала вопить Что заявит в милицию Засадит Меня в тюрьму Началась ссора Она запустила меня вазой И Заехала прям в лоб И вы не выдержали И набросились на нее Она начала кричать Тогда вы наотмашь ударили ее Несколько раз протезом А правой рукой Схватили за горло И реперли к стене И начали душить Протез от левой руки Засунули ей в рот Чтобы она не могла кричать Ну и кричала она недолго У вас сильные руки Тело завернули в пленку Сорвав ее с парника И бросили на заднее сидение Автомобиля Звонаревой Поехали в лесопарковую зону Благо по дороге Нет ни одного поста ГАИ Тело бросили в кустах А машину спрятали В десяти километрах От своего поселка Чтобы не привлекать внимание Я не хотел ее убивать Это был аффект Так получилось Ну да Аффект Отпечатки пальцев с руля Вы тоже стерли В состоянии аффекта? Уведите его Ну что коллеги Поздравляю Дело раскрыто До свидания Редактор субтитров А.Семкин А.Кулакова